Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Арбат, старый Арбат, это торговые ряды. Мы стоим, в общем-то, участники будущего уже коллектива, еще пока коллектива не было. И стоим у театра Вахтангова и поем. Сколько человек было на том этапе? На том этапе было три человека, это было два детариста, я, в общем-то, был вокалист и, в общем-то, на мне висел весь репертуар. А пели изначально какую-то свою музыку? И свою, и чужую. Мы пели и «Машины времени», и «Воскресенье», и «Антонова», и «Градского», и «Осмолова». Много-много-много пели различных композиторов. Ну, в общем, было это очень интересно. Вот именно, что было особенно интересным. Заходишь на Арбат, вот у меня, в общем-то, на мне были тогда, ну, на 20 лет было, конечно, помоложе. На мне, наверное, была красная майка, джинсы. Значит, мы идем по Арбату, сразу нас узнают. Мы, значит, стоим у театра Вахтангова и начинаем, в общем-то, петь. И на тот момент очень много было вообще творческих людей, творческих вообще личностей, именно личностей, которые выступали там. Там, вот, например, выступал с самого начала Арбата оркестр Рамстронга, они работали. Там выступал Сюткин, группа «Браво». Ну, такое место, куда все стекались, собирались. Да, 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 там все стекались. Это был 92-й год. Это, как говорится, дыхание началось, вот это дыхание, как бы, свободы всего и, ну, может быть, я не знаю, вседозволенности. Но главная вседозволенность у нас была именно в творчестве, ту, которую мы, в общем-то, там и делали. Вот, и вот, начиная там, мы затем, в общем-то, группу уже, как группу, организовали поселок Паведники. Была ли уверенность изначально, что все начнется и продолжится, и будет успешно? Вы знаете, уверенности, в общем-то, насчет того, что как вот группа будет дальше вообще работать, я не знаю, наверное, может быть, даже и не было. Мы хотели сделать коллектив. Вот, в общем-то, я очень хотел сделать коллектив. Был у нас и, в общем-то, и репертуар уже, и свой. Вот, и, в общем-то, мы пришли в Дом культуры, где была директором моя жена Прохорова Нина Васильевна. Это, ну, тогда он назывался Дом культуры Подснежник. Это 92-й год. Значит, мы пришли туда, и, в общем-то, там мы начали, в общем-то, от создания группы. Да, мы начали свой творческий путь. И если говорить вообще вот по вехам, вот по таким основным вехам, то первый наш, как говорится, такой экзамен был, в общем-то, сдан на открытии Дворца культуры Яуза. Это было в конце октября 93-го года, где, в общем-то, мы группой, пройдя, значит, отборочные там туры, значит, мы открывали этот дворец. Вот это был первый наш, в общем-то, экзамен. Долго ли просуществовал тот начальный состав группы, которую вы организовали? К сожалению, нет. От того состава остался я один. Вот, ну, в общем-то, люди по разным причинам уходили. Вот, ну, к сожалению, некоторых сейчас вообще нет, в общем-то, и в живых тоже, ну, по разным причинам. К сожалению, к большому, потому что, в общем-то, творческий потенциал был большой. И, в общем-то, то, что мы начинали делать, мне, как говорится, ну, еще больше отходя от этого начала, я хочу, наоборот, ближе к этому началу подходить. Потому что очень много было пройдено, и, в общем-то, вспоминается самое хорошее, вспоминается именно тот начальный именно период, который был. Ну, и, в общем-то, мне вот это очень интересно. Вот это вспоминаю, и вот эти, в общем-то, воспоминания, они сейчас, они производятся именно в песнях, которые мы сейчас исполняем, которые были написаны 20-30 лет назад. Вот песни разных вообще, 10 лет назад. То есть, это не тот репертуар, вот, который мы, допустим, сейчас поем, да, это не тот репертуар, который мы начинали, в общем-то, петь. Конечно, виды изменений были, и люди приходили, какие-то свои песни давали. Вот, мы работали со многими и поэтами, и поэтессами, и, в том числе, Матищинского района. И, уж, как говорится, если мы перешли сюда, и к летобъединению именно имени Кедрина, именно Матищинского района. Вот такие поэты я работал, как Светлана Степана Морозова, Виктор Радин. Это мы, на их стихи, у нас вот есть две песни, это песни первой Матищи, и на Виктора Радина песня Откровения. В общем-то, он мне тоже любезно дал стихи свои, вот, была написана музыка, и, в общем-то, она вошла в последний из наших альбомов, который так и называется, Откровения. Вот, в общем-то, интересно было. Вот это была первая веха, 93-й год. А трудно было начинать? Вообще, насколько трудно начинать? Вы знаете, начинать, нет, начинать было, наверное, просто. Просто мы были молодые, все полны энергии. Вот, поэтому надо было просто начинать. В общем-то, я не скажу, что было сложно. Сложно было дальше. Во-первых, и удержать коллектив, чтобы он был постоянно на плаву. Идти вперед, уже на этом же останавливаться не хотелось. Вообще, и название, в общем-то, и аверса отсюда и пошло, что в переводе с латинского это именно движение вперед. То есть, есть реверс, аверс, это как бы, ну, монетный аверс, это лицевая сторона монеты, это как бы лицо без всякой театральной ретуши. Это вот именно движение вперед. То есть, мы постоянно двигаемся вперед, независимо от того, в общем-то, какие музыканты к нам приходят, уходят по разным. Я говорю, причинам это не важно. Самое главное, коллектив идет вперед. И он будет идти вперед, потому как, в общем-то, во мне потенциала достаточно, чтобы идти дальше. Вот, и вот возвращаясь, вот все-таки, от нашего 93-го года, вот открытия дворца, Затем мы, в общем-то, участвовали много в фестивалях Мэтищинского именно района. Это было и подмосковные самоцветы, 95-й год. Это было и 250 лет русского самовара. Вот такие праздники были. Было 70-летие, помню, Мэтищинский. 75 лет Мэтищинский. Ну, мы выступали на день города, когда Мэтищинский был. Мы постоянно выступали на площадке перед дворцом культуры Яуза. Сейчас вот это районный дом культуры и досуга. Но просто он раньше назывался ГДК. Просто ГДК Яуза. Ну, в принципе, это основная площадка вообще была в городе Мэтищинский. Вот. А вообще, если брать Мэтищинский район, то, в общем-то, мы объездили, начиная, наверное, от Жостова и кончая Марфина. Ну, все объездили. То есть, это все дома культуры, практически все. Это были и какие-то учреждения. Вот одно из этих учреждений, мне хочется отметить, это была Сухаревская больница, где был главврач Никитский Дмитрий Николаевич. Вот. Очень хороший мой друг. Очень хороший друг. Он был депутатом. В общем-то, он и сейчас депутат. Вот, к сожалению, он с Мэтищинского района сейчас ушел. Но мы с ним дружили более 10 лет. Он мне много помог. Очень много помог. И, в общем-то, и, как говорится, и финансово, и всем остальным. То есть, ну, вообще, любой коллектив, конечно, подразумевает, конечно, и никуда не денешься, и финансовые вливания. То есть, это аппаратура, и т.д., и т.п., это инструменты, и все. То есть, он мне очень в этом вопросе очень помог. Ну, и уж, коль, как говорится, мы этот разговор завели именно о депутатах, то я могу здесь отметить, мне помог и Скрябин депутат. Ну, вы его знаете сегодняшний. Вот. Мне помог и Владимир Канчин. Тоже мне помогал. Вот. Ну, вот, наверное, вот эти вот. Ну, вы говорили о том, что вы объездили практически весь район, были везде. Не было такого момента, когда уже понимаете, что все, объехали все. Что делать дальше? Безусловно, нет. Мы ездили, не просто вот мы одним туром проехали, но эти туры практически шли ежегодно. То есть, это какие-то праздники. А праздники какие? Ведь, если брать, ну, как говорится, сельские дома культуры, сейчас они немножко по-другому называются, там, досуговые центры. Ну, вот раньше как, ну, сельский дом культуры. А что там могло быть? Ну, в общем-то, прежде всего, конечно, день поселка, день деревни. То есть, отмечали. Нас приглашали, мы выступали. Ну, что, 8 марта было, 9 мая было. То есть, вот такие. Какие-то были юбилеи, допустим. Ну, вот, брать, допустим, тоже вот Сухаревскую больницу. По-моему, я уже сейчас не помню. 5 лет где-то назад было 125 лет этой больницы. А почему именно понравилось выступать в больнице? А в больнице, там вообще, там очень интересно было. Мы начинали там с 90, вот если не соврать, то ли 4-го, то ли 6-го года. То есть, очень давно мы начинали. А получилось так, что, ну, в общем-то, как-то познакомились с заведующей библиотекой, Мария Мазанова. Она работает в Сухарево. Но она как-то пригласила, говорит, ребята, не хотели бы там сыграть. Ну, давайте мы съездим, сыграем. Приехали, значит, туда. Ну, интересно было другое. Двухэтажная больница. Мы переодеваемся на втором этаже. Ну, громко сказано, артистическое. Значит, нам дали, значит, какое-то там помещение. Ну, конечно, больница была в аварийном состоянии. Была ужасная. Не страшно было? С потолка капала вода, да. На дворе стоял март месяц. Холодно. Помещение было вообще неотапливаемое. Работали мы бесплатно. Сразу могу сказать, мы бесплатно работали. Что же понравилось-то, интересно? Так вот, я сейчас говорю. Я вот сейчас, это, как говорится, лейтмотив. Значит, мы выступили. Но вот что хотелось бы отметить. Больница Сухаревская вообще, она большая. В общем-то, у нее территория большая, да. Но вот понимаете, там как? Там же как реабилитационный центр. Это же ноги, руки. Вот люди сидят. Практически ничего не видят и не слышат. Ну, телевизор, в общем-то, больше ничего. Они, как говорится... И то не у каждого в палате, наверное. Да, наверное, да. Я так сейчас не могу сказать. Наверное, да. Там есть как-то общий холл у них там был. Там они смотрели. Я понимаю этих людей. И для них, по-моему, любое вообще, приезд вообще... Любого артиста. Это, по-моему, для них праздник. Костя. Вот. И вот в течение, в скотких... Я, наверное, лет 15 туда вот мы катались, ездили. Ну, вот практически... Ну, сколько? Мы, наверное, ну, 2-3 раза в год выступали. Но обязательно на День медика. Это в июне проводится. Вторая суббота и июня. Это День медицинского работника. Нас всегда приглашали. Мы ездили. Всегда на 8 марта ездили. Всегда на Новый год туда ездили. То есть, вот, постоянно. А вот что понравилось? А понравилось мне, в первую очередь, то, что весь медперсонал после, так сказать, концерта, когда мы собирались, они, значит, нам накрывали очень хороший стол, несли все с дома. Вот все, что только мог, несли с дома. И вот настолько вот общение вот это было между людьми, вот, ну, это, наверное, непередаваемо. Обстановка такая теплая. Да, понимаете, вот все-таки деревенский житель, он здорово отличается от городского. Очень здорово отличается. Более гостеприимный. Да, да, они, конечно, гостеприимные. И вот эта открытость, открытость в разговоре, открытость вообще в общении, конечно, это не то, что подкупает. Это, наоборот, это просто закупает все, и мы просто едем обратно туда. Мне это интересно. Мне просто интересно с какой-то новой программы. Ну, потому что все-таки больные меняются. Ну, а, как говорится, раз в течение столько лет нас туда приглашали, наверное, и мы нравимся, и своим, в общем-то, и творчеством, и то, что мы вообще, да, репертуаром, то, что мы поем. Вот это, как говорится, одно из таких многих вех, я считаю, который вот наш коллектив прошел. Вы говорили о том, что у вас очень много песен появляться практически сразу, начало, именно своих песен. Как находили тех, кто писал? Ну, в общем-то, да, я скажу так. Я сотрудничал, значит, с Астасом Наминым, ну, я такие известные говорю. Я сотрудничал, значит, с Сергеем Шустицким, это в свое время была музыкальная передача «Караоте по-русски». Вот, я сотрудничал с Сергеем Минаевым, это была музыкальная программа «Два рояля», ну, мы с ними работали вместе. Вот, были эфиры, ну, все, как говорится, было, все это прошло, но свой след это все равно оставило. С ними, так сказать, изредка все равно какие-то общения идут. Вот, у них, конечно, свои пути, у меня свой путь, но какие-то все равно общения идут. Вот, если брать композиторов, ну, то, что я писал, был у меня свой материал. Значит, был материал, вот я назвал «Лид объединения», то есть это поэты, вот, Светлана Морозова, Виктор Радин, я их выбирал, читал очень много. И здесь я хотел остановиться, вот именно на Светлане Степанне Морозовой. Ну, к сожалению, ушедшей из жизни, ну, в общем-то, жалко, жалко. Вот, я с ней познакомился 12 лет с половиной, даже 12 с половиной лет назад, буквально в январе 2000 года. Вот, познакомила нас Надежда Федоровна, это бывший директор радиовещания Матищинского. Вот, и она мне принесла несколько текстов, несколько своих стихов о городе Матищи. Я вот выбрал вот этот. Не корректировали никак? Я корректировал, там было 4 куплета, я подкорректировал, один куплет я убрал, я оставил 3 куплета. Но, как бы, согласие с ее стороны, конечно, было получено, я ей показал свой продукт и, в общем-то, и музыку, которую я написал. Затем мы написали все это в студийном варианте. Вот, и мне очень понравился, конечно, во-первых, мне понравился сам текст, а особенно второй куплет. Давайте, наверное, чтобы зрителям было немножечко понятно, покажем им этот клип, эту песню, чтобы было ясно, о чем мы говорим. Да, и те места, которые, в общем-то, будут показаны в этом клипе, который был вот снят буквально 2-3 года назад, я думаю, все прекрасно узнают. Все исторические места практически были взяты, ну, за основу этого клипа. И клип Матищи, пожалуйста, посмотрите хотя бы его часть. Ну, я думаю, сейчас посмотрим и потом проанализируем. Да, конечно, конечно, конечно. Есть местечко такое, мы тище, мы ты двор, а потом городище. На речушке спокойной, на яузе, всей душою к мы тищам привязан я. Здесь водой ключевой упоили, по-мы тищински щедро дарили. Под кремлевские стольные своды, а к мы тищ повели водоводы. Мы тищи, мы тищи, мы тищи, на карте не каждый отыщешь. Зеленая ветка Москвы, мы тищи, не нравитесь вы. У Владимирской церкви бывало, много разного людо-сновало. И сюда для познания истин шли художники слова и кисти. Здесь Болконский умрет после боя, где-то Суриков встретит героя. И пирог вдохновенно напишет, чайбитие в старых мы тищи. Мы тищи, мы тищи, на карте не каждый отыщешь. Зеленая ветка Москвы, мы тищи, не нравитесь вы. Наш район знаменит на России, здесь подносы творят расписные. От Федоскина все закоулки, пишут миниатюры шкатулки. Хорошеют мы тищи с годами, нет унылой похожести зданий. Цветники и бульвары, и скверы, это вестники будущей эры. Мы тищи, мы тищи, на карте не каждый отыщешь. Зеленая ветка Москвы, мы тищи, не нравитесь вы. Мы тищи, мы тищи, на карте не каждый отыщешь. Зеленая ветка Москвы, мы тищи, не нравитесь вы. Мы, Тища, не нравитесь вы Было такое право что-то менять Там немножко было, правда Параметра вагон МАШ было написано Вот, что-то там еще Я сейчас не помню, конечно Вот концовка, но вот мне Показалось, он даже был какой-то третий куплет А вот последний Четвертый, я его и сделал Последним, грубо говоря, ну третьим куплетом Он как бы завершает вообще То есть вот этот наш район Наш район знаменит на России Здесь подносы творят расписные И Федоскины все закоулки Пишут, и хорошеют мытища С годами, нет уныло похожести Зданий, вот цветники и бульвары И скверы, это вестники будущей эры То есть как бы, вроде бы и завершаем Но это вестники будущей, то есть у мытищ Большое будущее и дальнейшее То есть наш сейчас как город Расстраивается и цветет Я думаю, ну это начало Всего дальнейшего Того, что будет, я думаю, будет дальше Много ли у вас песен про мытища Связанных, может быть, с какой-то Промытища, вот про мытища сразу могу сказать У меня вот эта песня одна Именно про мытища У меня есть песни Вот именно мои песни На которые я писал музыку Поэты разные Это Расул Гамзатов Андрей Дементьев Вот та же Светлана Морозова Виктор Радин Была написана песня На слова Дмитрия Кедрина Отчего мне этот край дороже Она была написана к 100-летию Со дня рождения Кедрина Это уже 5 лет назад Вот Проходила эта презентация Это в Павенниках В библиотеке Кстати, много туда народу съехалось Что-то прям даже мы как-то Даже удивились Как-то вот на сайт там выдали И прям с Москвы понаехали Очень много было народу И снимали почему-то Все это дело Ну было интересно Вот мы вот эту песню Тогда представляли Группой как раз Вот мы эту песню писали Вот на 100-летие Вот А остальные есть вот песни Чисто вот чисто авторские То есть музыка и слова мои Вот Ну Я не знаю Название что-то Да тут нет Но вот Мы пели Вот песня называется такая Блюз Вот Потом у меня Гитарист Который сейчас работает Значит Его тоже есть ряд песен Которые мы в общем-то Исполняем на концертах Вот Ну Какие Лишь во сне Дай знать Там Странные сны Я сейчас вот так Не вспоминаю Так на память Да Потому что много У нас в принципе Понимаете как Сейчас две программы Две программы Есть Вот Одна у нас программа Идет как бы В акустике В акустическом Вот Звучание А вторая программа У нас идет Уже Мы сейчас вот будем Немножко так сказать Как бы Дополнять коллектив Тем что Так сказать Мы вводим туда уже И Перкуссию Мы вводим туда Клавишные Сколько сейчас в коллективе человек Сейчас четыре человека Ну если со звукорежиссером Считать Ну пять человек Вот я буду еще Вот планируем Вводить двоих человек Это То есть получается Нас семь человек Откуда вот эти Два человека придут Где вы их нашли Два человека Да нет Один человек Это Сейчас по крайней Планируется Если слышали Такая группа Синяя птица была Вот это барабанщик Вот он должен к нам прийти Вот И клавишник Нам должен прийти Ну соседи Город Смытищин Город Долгопрудный Вот Мы с ними тоже В общем-то дружим Я еще что хотел сказать Мы в общем-то Не только по Мытищинскому району Конечно Работаем Работали И продолжаем работать Мы много объездили Конечно Московскую область Очень много городов Объездили Ну вот таких Сейчас опять так Клинмы были Пушкины были Долгопрудны были Ой Лобни были Химки были Ну я сейчас Все Не могу какой-то город Выделить Который как-то Выделить могу Мне понравилось Мне очень понравилось В Пушкино Работать Ну там во-первых Работала Не переход Мы течем Нет 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 Там Почему интересно было Ну во-первых Организация была Очень хорошо поставлена Хороший уровень Да Хороший уровень Во-вторых Артисты были Которые приезжали То есть если мы работали Совместно Мышков, Бандулин Мы с ними В общем-то совместно Потом Артист Ливанов Тоже мы с ним работали То есть у них Разноплановая была Программа То есть Я вот сейчас так уже не помню Мы давно там были Но вот после Дня города Нас приглашали еще два раза Мы работали там Вот Потом мне понравился Долгопрудный Там тоже хорошо Была такая Значит Начальник управления Культура На 30 с лишним летом Отработал Долгопрудным Ася Ася Никитична Катина Это вот та Катина В общем-то Сын которой И организовал Группа Дюна Мы с ней работали Совместно Там же работали Я помню Мистер Твистер Такие группы Ну вот известные Такие были Вот мы с ними там Работали Вот я скажу Что интересно было У них был такой Праздник города Я уж не помню Какой там год Может 97-98 У них была сцена Интересная Выдвинута У них же практически Канал-то рядом Так же как и в мытищах Да Но у них сцена была Выдвинута в воду На понтонах То есть прямо на воде Да Прямо на воде И у них такой Огромный-огромный Кратер был такой Вот где народу было Ну набиралось До 10 тысяч То есть там Вообще просто Капитально было Там чувствовалась Такая поддержка Аудитория Да А кстати говоря Помнится Ведущий был Тогда еще неизвестный Сейчас известный Парадист Лутинский Такой Вот он ведущим был То есть Ну такие в общем-то Людей старались Они туда В общем-то Таких достаточно В общем-то Приглашать Чтобы это интересно было Вот это было интересно Вот Ну а в принципе В остальных городах Ну как Ну проходило конечно Но мне почему-то Вот эти два города Запомнилось Интересно просто было Вот эта постановка вся Как-то серьезно Вот это было все поставлено И конечно Такие значимые коллективы И значимые люди Это было интересно Их было интересно смотреть Их было интересно Общаться и слушать Сейчас какой-то новый Репертуар готовите Да Готовим Да Готовим сейчас Вот вторую программу Которую сейчас буду Вводить еще двух музыкантов Значит Сколько песен будет? Я думаю Порядка 15 Песен Вот Ну это где-то Где-то на час Двадцать Где-то программа У нас будет И мы в принципе Сейчас готовим Двадцать лет Ну я думаю Наверное Где-то в ноябре Мы будем это делать У нас в принципе Возможно будет увидеть И слушать Я думаю Я думаю В Яузе Мы здесь Планируем это делать Ну в общем-то Мы здесь отмечали И 10 лет И 15 лет И я думаю 20 лет Мы также здесь будем отмечать То есть как говорится Это одна В общем-то Из основных площадок Где мы будем отвечать Потому что мне Конечно Хотелось бы Во-первых Встретиться И в общем-то И с коллегами По цеху Вот Ну Многие нас Здесь знают И конечно Хотелось бы Пригласить С разных уголков То есть вот Даже вот приезжают Я не знаю Там вот С отдаленных С отдаленных Даже Вот даже еще За Марфина Там Из Катуара Даже приезжают Вот где мы Допустим Где мы выступали Когда-то Вот даже То есть еще помнят Вот люди приезжают И в общем-то Спрашивают Когда что Вот Ну а Что касаемо Вот Московской области Да Мы Тищ Ну соответственно Конечно Мы работаем И в Москве В Москве Конечно Мы работаем Тоже достаточно плотно Работаем мы по клубам Стараемся В общем-то Клубы тоже Выбирать Значимые В ближайшее время Есть какие-то еще места Кроме Яуза Кроме Да Мы Значит В сентябре Мы будем работать На такой клуб Наутилус Это на белорусской Ну там будет Что интересно Чем мне это нравится Работа будет На улице В общем там будет Скажем так Такой сборник А сборник будет Из трех-четырех коллективов Это вот такой коллектив Мамба Джа Это чисто блюзовый Там Ну в общем-то Певица В общем-то Негритосочка Вот Значит Поет блюзовые песни То есть вам будет интересно Не только спеть Мы еще и посмотреть Конечно Вот Будут такие Группы Рок-машина Вот Ну это в общем-то Такие коллективы Скажем так Уже Ну уже старые коллективы То есть это не молодые Они уже Скажем так Состоявшиеся И в общем-то Планируется Мы с ними В общем-то Будем работать И вот такой будет Сейшн Как бы Там хотят Организаторы Не мы организуем Организуют там Значит Что это на улице Все это будет Как бы В общем-то и народ То есть это все опять На Свежем воздухе Да На основе В общем-то Чисто так Проходят и заходят И все это смотрят В общем-то Мне вот это интересно И в общем-то Немножко напоминает Тот 92-й Арбат То есть как бы Ну тут уже немножко Опять встречаемся В прошлом Да-да Пусть и тут Ну это все переплетается Поэтому немножко Вот это интересно Все Вот И планируем Есть такой еще На чистых прудах Еще вот такой клуб Гранд Бурбон Стрит Мы там работали Вот Ну нас туда пригласили Мы тоже Вот это в сентябре Мы планируем Вот Но мне вот запомнились Конечно клубы Брендовые клубы были Один из них Это клуб Высовский Ну это на Таганке Мы там дважды работали Вот Там вообще конечно интересно Ну во-первых Ну если вообще Кто там был Это атмосфера 50-х 60-х годов Вот в принципе Приходишь туда Там даже и столы И даже стены И вот эти маленькие Тогда вот эти фотографии Когда было когда-то В черно-белом Да-да-да-да В черно-белом свете Там не только Владимир Семенович Там вообще какие-то Отличенные лица А вот интересно то Что как бы возвращаешься Вот в ту эпоху Там было интересно выступать Было интересно выступать Вот такой двухуровний клуб Сейчас не планируете туда Пока я пока не знаю Сейчас вот в ближайшее время нет Ну сейчас у них сезон-то В общем-то только С осени начинается И кстати говоря Этот клуб Директор клуба Это Значит Сын Высоцкого Никита Высоцкий В общем-то мы с ним встречались Мы кстати плотно работаем И с музеем Высоцкого Который практически Вот рядом с музеем Этот клуб Высоцкий есть Хотелось бы подвести итог К сожалению программа Подходит к концу В ноябре мы вас сможем увидеть В Яузе В ноябре в Яузе Мы планируем 20 лет Группы Аверс Вот Ну постараемся туда В общем-то включить в программу Известные все-таки Песни Все-таки хитовые Эти вещи Конечно прозвучит И песня Мытищи Она кстати прозвучит Я нарочито Показал только клип А в каком виде она прозвучит Она прозвучит Немножко в другом виде Но я думаю, что это будет сюрприз Для всех наших телезрителей Да, да, да Мы немножко в другом виде Хотим ее показать Потому как Ну все-таки Все концерты Которые мытищи проходят Песни Это обязательно В репертуар у нас ходят Ну и спасибо вам большое За то, что пришли Хотелось бы Напомнить нашим телезрителям Что у нас был Александр Прохоров Художественный руководитель Группы Аверс Мы с вами встретимся Ровно через неделю Всего доброго До встречи Спасибо вам До свидания Субтитры сделал DimaTorzok